Верясов Сергей, город Красногорск Некоторое время назад в одном из репортажей о Гиперлуп Илона Маска Вы говорили о том, что это очень опасный транспорт Нужны переходные шлюзы И при мельчайшей трещине все пассажиры погибают И вот в последнее время все чаще и чаще появляется информация о том, что вы создаете свой транспорт такого типа Что-то изменилось или вы нашли решение? Нет, подождите Тип тот же, но транспорт другой У нас колесный транспорт, остальные колеса, но это же не трамвай Поэтому я критикую в данном случае решение, которое в Гиперлупе Илон Маск уже отошел оттуда Те решения, которые показывают, это бред, это детский лепет Это даже не инженеры, это дети рисуют Они даже не понимают Представляете, допустим, показывают там вагончик И дверь там шириной, я не знаю, на несколько кресел Там 2-3 метра, высотой 2 метра У этой двери площадь 5 квадратных метров Когда он войдет в вакуумную трубу Внутри это атмосферное давление, там люди А снаружи вакуум На эту трубу, на эту дверь будет нагрузка 50 тонн Вы можете представить, там вес железнодорожного вагона А они рисуют там с фанерки какие-то Да какие замки, там все полетит Слово будет сломано Я это критикую, а не вакуумную трубу Космонавты же летают в вакууме Вы на самолете летели, там уже раздрежение Но если самолет потеряет герметичность, вы все погибнете И я погибнусь и буду лететь Потом не вакуум надо бояться, не трубы А неправильных технических решений И у них много вот таких вот нерешенных проблем Они даже об этом не думают, даже не говорят об этом Одна из проблем Вот они хотят и в Дубае уже вроде строят тестовый участок 6 километров Говорят, мы хотим построить дорогу Высокослугу, Гиперлуп, Дубай, Абудаби И нас Министерство транспорта Эмирата попросило сделать анализ Сравнение, вот есть Гиперлуп, а есть Скайвей Что лучше? Мы сделали такой анализ и приставили туда в правительство Сравнение вот для этой трассы Гиперлуп Где скорость 1200 км в час, как они говорят И Скайвей, где расчетная скорость движения 450 км в час И проносили по времени, по затратам денег, энергии и так далее Так вот, пока они будут садиться в этот модуль Пока они попадут в шлюз Пока из этого шлюза откачает воздух Закрыв там отсеки Потом, пока они откроют вход трубу и попадут в трубу Мы уже половину пути проедем И оказывается, что мы приедем быстрее в Гиперлупа Из Дубая в Абудаби на 10 минут Так зачем скорость эта нужна? Чтобы в 10 раз дороже больше денег заплатить? Чтобы в 10 раз был дороже билет? И опять же я посчитал, какая у них мощность двигателя Они тоже этого не делают Так для того, чтобы разгоняться с ускорением Как они говорят, метр даже в секунду в квадрате В конце разгона Это примерно середина пути Мощность двигателя с учетом потерь Достигнет 10 тысяч киловатт Иначе они просто не раздают эту скорость Сколько 10 тысяч киловатт? Даже если там будет хороший электропривод Там потери будет 10% И представьте, что тепловыделение в модуле Будет тысячи киловатт Да все пассажиры просто сварятся В крутую или в смятку, не знаю За несколько минут Кстати, тысячи киловатт тепловой мощности А они не заморачиваются, как отводить это тепло Они даже об этом не говорят и не думают Там столько у них нерешенных проблем А у меня недавно решены эти проблемы Все эти инженерные проблемы решены Поэтому мы делаем другую систему Это другая И если взять мою монографию Она там тоже, по-моему, есть в музее И открыть там, я не помню, какая страница То на самом деле вакуумную трубу описал я Это было 40 лет назад Она в монографии нарисована, эта картинка Высокоскостная вакуумная труба Лондон, Нью-Йорк По океану Можем идти через океан Независимо от глубины Это дешевле, чем по суше Потому что труба делается с нулевой плавучестью На глубине 100-200 метров И корится в дну Так это написано 40 лет назад Еще компьютеров не было И там акварелью рисунок нарисован Так при чем Илон Маск К этой идее Но тогда я понял Я понял, что это преждевременно И поэтому стал первым этапом Вот этой идеи Потому что это очень сложное направление Это с КВ стал И когда с КВ уже стал более-менее на ноги Уже можно говорить об этой скоростной системе Тем более Илон Маск Приделает большую работу Спасибо ему Рекламирует фактически мою идею Молодец Спасибо Спасибо большое Успехов вам и нам во всем Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok